Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Школа доктора Скачков!» А я — доктор Скачков. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете о том, как правильно питаться, как правильно дышать, как правильно пить воду. В этом видео решил осветить один очень важный, не только для вашего здоровья, но и для вашей жизни вопрос. А именно, как правильно пить воду вечером, перед сном. Это реально очень важный вопрос. Потому как, если вы не знаете, как это правильно делать, критическое увеличение вязкости крови ночью способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. и непростых, таких как инфаркт, инсульт, либо остановка сердца. И это реально может происходить, если вы не знаете, как правильно пить воду вечером, перед сном. Смотрите видео дальше, и вы узнаете, как это делать правильно. Почему обязательно нужно пить воду перед сном? И кому жизненно важно это делать правильно? Ночью ваш организм работает. Да, менее интенсивно, чем днем, но все равно работает. При этом система контроля за вашим состоянием здоровья отсутствует. Разве что вам может сниться какой-то сон, который говорит о том, что вам не очень комфортно ночью. Но он чаще всего сон, я имею в виду, не мотивирует вас проснуться и как-то оказать себе помощь. Ночью, увы, для того чтобы обмен веществ происходил, вы дышите. При этом вдыхается воздух, особенно зимой в отопитный сезон, с низким содержанием воды. А вы дыхаете насыщенной водяными парами. Иными словами, вы теряете воду через органы дыхания. Так или иначе, работают потовые железы, вы теряете часть жидкости и через пот. Почки очищают кровь и, образуя мочу, также выводят воду из вашего организма. Моча – это не та вода, которую вы можете использовать. Это потерянная вода. Это третий источник. Есть еще четвертый источник потерь воды. Он не видим сразу. Но! Он зависит уже от системы питания. От того, что вы делали последних 8-9 часов до сна. Что вы ели? Представляете, насколько сложная система? При этом информации практически отсутствует. Но на моем канале вы узнаете. Ваше поведение, ваша система питания, выбор продуктов за 9 часов до сна может повлиять на качество вашего сна и на риски, которые с этим связаны. А риски простые. Если воды, мобильных резервов воды в вашем организме стало мало, кровь стала более густой, вы теряете воду через кожу, через легкие, через почки и просвет кишечника. Это не мобильные резервы воды. Кровь стала более густой. Нагрузка на сердце. Имеет сердце проблемы. Нет запасной мощности, чтобы перекачивать более густую кровь. Нагрузка на мотор. Если сердце имеет запасную мощность, повышается давление, тестируется на прочность сосуды. И риск умереть ночью в 3-4 раза, он значительно выше самое рисковое время с час до 3 ночи. В большей степени рискуют те, кто не только неправильно питается, но и имеют определенные вредные привычки. Например, курят перед сном. Курение увеличивает вязкость крови. И риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск инфарктов, инсультов повышается в 3-4 раза. Понятно, почему кровь стала густой. И не всякое сердце может выдержать такую нагрузку. И также ваши сосуды. Также риск умереть в те же 3-4 раза увеличивается у тех, кто храпит ночью. Но не сам храп чаще всего вызывает проблемы. А связанные с ним чрезмерные потери воды. Одно дело, когда вы дышите через нос. Другое дело, когда вы дышите открытым ртом во время храпа. Вы теряете значительно больше воды. Индикатор очень простой. Я о нем рассказал уже в предыдущем видео. Ваша потеря веса за ночь. Если она составляет 300-500 мл. Для взрослого человека это не критическая потеря. Которую организм спокойно выдержит. Но все равно подготовиться к ночному сну правильно нужно. Если же потери выше составляют литр 2 и более. Вы жестко рискуете. Большие потери воды за ночь. Говорят о том, что кровь была очень густой ночью. И возможно вы прилично рисковали. Вот что делать? Как правильно поужинать? Как правильно пить воду перед сном? После того, как я вас немного смотивировал. Чтобы вы понимали, что это не такая простая задача. Вернее последствия могут быть не самые простые. Вы узнаете прямо сейчас. Кто уже пробовал поддерживать водный баланс ночью. Употребляя чистую воду перед сном знает, чем заканчивается. Стакан другой чистой воды. За полчаса, час, полтора, два до сна. Легко и просто попадет в кровь. Откуда удалится почками и окажется в мочевом пузыре. А опорожните вы мочевой пузырь вечером перед сном. Либо проснетесь ночью. Либо будете терпеть до утра. Это ваш выбор. Но! В любом случае это не мобильная вода. Которую ваш организм не может ночью использовать. Для снижения вязкости крови. И снижения кардиологического риска. Вам нужна не чистая вода. А связанная вода. И в этом случае для того, чтобы вы всю ночь проспали спокойно. Понимая, что сердце работает. Имея кровь невысокой вязкости. Оптимальной вязкости. Нагрузка на сердце будет минимальна. Нагрузка на сосуды будет минимальна. И в данном случае вам легко проснуться утром. И правильно употребить воду с утра. Для этого вам нужен овощной суп. Или постный борщ. Вам нужно овощной рагу. Либо винегрет. Вы можете съесть любой из этих продуктов. В этом случае вода достаточно медленно. Будет участвовать не только в процессе переваривания этих продуктов. Но! Она будет участвовать в процессе транспортировки не только в кровь. Где находясь в данном случае она будет снижать вязкость крови. Эта вода пройдет через эту ткань в клетке. Там поучаствуют компоненты, продукты переваривания пищи в обмене веществ. Образуются обменные шлаки. А из этих продуктов образуется малообменный шлак. Основной продукт, конечный продукт распада углеводов. Которые выше перечисленных продуктов доминируют. Это угольная кислота. Иными словами вода и углекислый газ. Которые легко в составе крови. Рядом с той же водой которая зашла в клетки. Пройдет санитуткань, кровь. И в данном случае пока пища будет утилизироваться на уровне клеток. И постепенно в зависимости от скорости обмена веществ. Перемещаться через санитуткань в кровь. Вот на этом этапе ваша кровь более жидкая. И риск кардиологический минимальный. А вот какие продукты нужно исключить? Учитывая даже диапазон за 9 часов до сна. Иными словами если вы ложитесь спать по 11 часов. То после 14 часов уже некоторые продукты вам нужно абсолютно исключать из рациона. Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы снизить кардиологический риск ночью. Нужно вносить изменения и в систему питания. Подробные видео как правильно питаться в тех или иных ситуациях. Вскоре появится на этом моем канале. Когда я закончу видео серии как правильно пить воду. Но! Одной воды чтобы снизить кардиологический риск ночью мало. Некоторые продукты питания. Даже принятые за достаточно большой промежуток времени перед сном. могут резко поднять кардиологический риск. Поэтому нужно к ним правильно относиться. Если вы ложитесь как это советуют для полноценного восстановления примерно в 10 часов вечера. то у вас включается правило НЕЕСТЬ после 6 часов РЫБУ! Так же у вас включается правило НЕЕСТЬ после 4 часов БЕЛОЕ МЯСО ПТИЦУ! А также бобовые, горох, фасоль, орехи, семена. А также включается правило НЕЕСТЬ после 2 часов ДЕЕСТЬ сюда Свинину. Овядину. Телять. Поросятин. Баранину. Конину. Эти продукты имеют неоднозначное влияние на ваше здоровье, если вы их неправильно используете. Если вы используете до этих временных промежутков, вы имеете возможность их полноценно переварить без риска для вашего здоровья. А вот если после риск для здоровья появляется. По одной простой причине. Если в пищеварительную систему попадают простые углеводы, их переваривать не нужно. Они легко всасываются в кровеносную систему. Если попадают сложные углеводы типа крахмал или инулин, либо жиры, им нужны несколько десятков минут для полноценного переваривания. Сложнее с белками. Белки перевариваются достаточно продолжительное время. И как только вы кусок мяса, либо рыбы, либо птицы, либо бобовые, либо иные белковые продукты положили в полость рта и начинаете пережевывать, у вас уже увеличивается вязкость крови. Потому как слюна выделяется на обрабатываемую вами в полость рта пищу. А для того, чтобы образовалась слюна, вы должны потерять некоторое количество воды из сыворотки крови. Именно вода из кровеносной системы, промивая слюны и железы, образуется слюна. Как только вы пищу проглотили, все то же самое происходит в желудке. Желудочный сок образуется не из чего-то, а из тех соляной кислоты, ферментов. Примерно 9 разных пепсинов, а может быть и более, находятся в составе желудочного сока. Но они находятся в железах, фактически в таком концентрированном виде. И только вода при раздражении пищи идет приток крови и из кровеносной системы выделяется вода, промывается железа и в просвете желудка появился сок, который продолжает переваривание белковой пищи. То же самое происходит, когда пища перемещается в тонкий кишечник. Там выделяются еще секреты поджелудочной железы и тонкого кишечника. И только после того, как исходно-четвертичная структура белка была разрушена вот этими несколькими ферментными системами, только после того, как в просвете тонкого кишечника появились отдельные аминокислоты, только после этого белок в виде аминокислот может попасть в кровь. А до этого идет активная секреция и активное увеличение вязкости крови. И если на этот процесс накладывается сон. Иными словами, вы съели свинину не до 14 часов, а в каком-то промежутке времени после. На процесс переваривания свинины накладывается ночной сон. Когда снижается скорость кровообращения, снижается скорость переваривания пищи и процесс переваривания пищи продлевается. Появляется бонус для патогенных бактерий, которые всегда находятся в просвете кишечника. И они начинают использовать уже по своему усмотрению ту белковую пищу, которую вы туда положили. И вы рискуете дважды. С одной стороны выделились соки и кровь была густой. С другой стороны активность бактерий в кишечнике приводит к обильному газообразованию. Увеличивается объем живота, повышается внутребрюшное давление, поджимается диафрагма. И это бенозное сердце уже не может полноценно помогать вам не только вдыхать кислород для обмена веществ, но и перекачивать кровь из брюшной полости в грудную. Бенозное сердце работает плохо, наруска на сердце в еще большей степени увеличивается. А с нею и кардиологический риск в разных его проявлениях. Оказалось у вас слабее сердца, развивается острая сердечная недостаточность. Оказались у вас слабее сосуды, развивается острая сосудистая недостаточность в виде инфарктов либо инсультов. Риск появляется в случае если вы неправильно используете эти рекомендации. А вот что еще вам нужно использовать правильно, чтобы кардиологический риск был снижен, вы узнаете прямо сейчас. Мясо, рыба, птица лучше переварятся и полноценнее усвоятся, если на гарнир будут поступать не хлеб и каши, а овощи либо фрукты, зелень после термической обработки. А вот чтобы каждый прием пищи произошел более эффективным, очень важно знать как правильно пить воду перед едой. Какую правильно пить воду перед едой? Сколько пить воды перед едой? Зачем нужно пить воду перед едой в каждом конкретном случае? И это тема для нового видео на моем канале. Чтобы вы его не пропустили, не забудьте подписаться на мой канал. Возможно поставить лайк на это видео, чтобы о нем узнали и ваши друзья, знакомые. Ну это будет более надежно, если вы его отправите ссылочку на это видео. Тогда вы кому-то улучшите качество жизни, а кому-то может спасете и жизнь. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, что делать с информацией в этом видео, я подумаю, как лучше написать следующее видео и когда опубликовать его на своем канале. До новых встреч на моих каналах! Субтитры сделал DimaTorzok